Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Бобруйские боксеры стали триумфаторами чемпионата страны среди юниоров. Все лето тяжело работали, тренировались. Сколько наград в копилке. В какой кружок отдать ребенка? Спорт, рисование, программирование. Будут обучаться рисунку на графическом планшете. Как определиться с выбором. А также отмена роуминга с Молдовой, боевая подготовка и теплая среда. Сегодня в городе было прохладно и солнечно. Какой проглез на остаток недели? Уже более 69 тысяч пациентов по всей стране успешно выздоровели от коронавируса. Зафиксировано без малого 71 тысяча человек с положительным тестом на COVID-19. Врачи провели почти 1 миллион 488 тысяч тестов. Такие данные приводит Минздрав. Россия отменила ограничение на въезд на территорию страны для иностранных спортсменов, тренеров и специалистов. Достаточно иметь документ удостоверяющий личности, визу тип которой соответствует цели поездки. Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах. Въезд в Украину для иностранцев закроют до 28 сентября. Решение начнет действовать с полночи 29 августа. Ограничение не коснется имеющих вид на жительство в Украине иностранцев, следующих транзитом, студентов, украинских вузов и дипломатов. В какой кружок отдать ребенка, как разить в нем способности и таланты, этим вопросом задается каждый родитель. Анастасия Шевцова узнала, какие кружки и секции предлагает Центр доп. образования детей и молодежи в новом учебном году. От основ азбуки театрального искусства до программирования и спортивных танцев. Центр дополнительного образования приглашает детей и молодежь развивать способности и таланты. К выбору несколько десятков кружков и секций. Можно найти объединение по интересам технического профиля. Это и картинг, это и трассовый моделизм, это и робототехника. И также использование современных технологий, это 3D технологии, а также использование графический дизайн, это использование планшетов. Последнее направление, так называемый диджитал арт или цифровой рисунок, пользуется особой популярностью. Объединение основы компьютерной анимации ведет свою деятельность лишь с февраля. Обучались ребята 12 лет и старше, но занятия так полюбились и детям, и взрослым, что теперь в группы берут школьников помладше, с 8 лет. Ребята начнут со снов. Как только они прокачают свои навыки в обычном рисовании, пойдут в академический рисунок. Параллельно с этим они будут обучаться рисунку на графическом планшете, а в будущем, возможно, будут и заниматься анимацией, и создадут свой мультфильм. Расскажут и про основы комикса, раскадровка, ракурс, сценарий. В дальнейшем ребята смогут не только придумать, но и проиллюстрировать собственную историю. Обучают на базе двух самых популярных графических редакторов – Фотошоп и Крита. Еще одно молодое объединение – экотворчество – начнет работу в сентябре. Юных творцов научат создавать поделки и картины из природных материалов и вторсырья. Это могут быть тубусы от туалетной бумаги, например, это картон, гофрированный, разный. Это может быть шелуха от кукурузных початков. Рисуем, лепим. Центр дополнительного образования – это не только здание бывшего Дома офицеров. Чтобы избежать длинных поездок до центра, в разных районах расположились так называемые клубы по месту жительства. Наш клуб по месту жительства находится в районе вокзала, железнодорожного и автовокзала. Дети приходят с района улицы Интернациональной и ближайших районов, вот бульвар Молодежная. Для самых маленьких у нас есть школа развития, также у нас для самых маленьких есть детская йога и танцевальные кружки, также пение. Ознакомиться подробнее с деятельностью Центра дополнительного образования можно на сайте и телефоном, указанном на экране. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруськ, 360. Плановая подготовка вооруженных сил, Лига чемпионов 2020 и дешевая связь. Беларусь и Молдова обсуждают возможность отмены роуминга. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Министерство образования и здравоохранения обновили рекомендации для школ и вузок 1 сентября. В частности, перемены продлили на 5 минут. Мероприятия в музыкальных и спортивных залах ограничили, родительские собрания перейдут в онлайн формат. Правила об использовании антисептиков, масок и перчаток остаются в силе. Беларусь и Молдова обсуждают возможность отмены роуминга. Речь об этом шла сегодня в Кишиневе на встрече посла нашей стороны и министра экономики Молдовы. Кроме этого, стороны обсудили реализацию совместных проектов в области промышленности и транспорта. На белорусско-латвийской границе возможно ограничение транспортного потока. Это связано с модернизацией латвийских пунктов пропуска сопредельные Белорусские, Урбаны и Григоровщина. Реконструкция продлится до конца 2020-го. Сведения о фактическом транспортном потоке и очередях в указанных пунктах пропуска доступны на интернет-сайте Службы государственных доходов Латвии. В вооруженных силах Беларуси продолжаются плановые мероприятия по боевой подготовке. Парашютно-десантные, танковые и мотострелковые подразделения приступили к занятиям на западном тактическом направлении. Через Неман, Пантоны, мостовые соединения наводят переправу. Ракетчики-артиллеристы проводят занятия по огневой подготовке. Брестская «Динамо» продолжит борьбу за выход в Лигу чемпионов. На своем поле они сыграют с чемпионом Боснии Герцеговины Сараева. Начало матча в 21.00. Его победители выйдут в третий отборочный раунд, а проигравшие продолжат еврокубковый сезон во втором по рангу турнире Лиги Европы. Радио «Зефир-ФМ» и телеканал «Бабруськ-360» посетили российские коллеги. Журналисты «Раша Тудэй» приехали с рабочим визитом. Цель поездки телевизионщиков – осветить события, происходящие в стране. Впечатления в вашей стране у меня максимально положительные. Очень добрые люди, очень вкусно кормят эти добрые люди, очень чисто, очень аккуратно. И есть такое какое-то уважение друг к другу, что ли, которое я замечаю, которое выражается в том числе в этой чистоте, то, что все за собой убирают. Очень приятно здесь находиться. На данный момент тема номер один, возможно, в мире. Здесь происходят интересные процессы, интересные ситуации, и мы не можем, как журналисты, не можем эти процессы не освещать. Вот мы приехали осветить то, что здесь происходит, показать реальную картину с двух сторон. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруськ 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. С 17 по 22 августа в Гродно прошло первенство Республики Беларусь по боксу. Боролись за награды мальчики и девочки не старше 16 лет. Наши боксеры вновь продемонстрировали свой высокий уровень. Максим Кембель продолжит тему. Бобруськие боксеры-юниоры стали триумфаторами чемпионата страны, завоевав 5 золотых медалей из 13 возможных. Для Марии Пилипенко соревнования стали дебютными и сразу успешными. В копилке серебряная награда. В 12 лет Маша решила сменить кимоно на боксерские перчатки и не прогадала. Говорит, тренировки сложные, но в то же время интересные. Что до соревнований, то на пути ко второму месту отправила нокдаун представительницу Минска. Дотянуться до золота помешала дисквалификация в финальном бою. Я вышла в ринг, очень сильно волновалась, потому что это были мои первые серьезные соревнования. Но за счет силы воли и подсказок тренера я ее выиграла. Соревнования стали просмотром ближайшего резерва титулованным спортсменам. Представители Бобруйской школы бокса положили в копилку сборной области 8 медалей. Пять золотых и две серебряные. Все лето тяжело работали, тренировались, не отдыхали, не ходили в отпуск. Ну и в итоге получился такой результат. Теперь Бобруйчан ждет подготовка к новым турнирам. Самый ближайший чемпионат Беларуси среди молодежи. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. Осень стучится в двери. Сегодня в Бобруйске было плюс 22. К вечеру похолодало до плюс 16. Небо затянули облака, то и дело выглядывало солнце. Надолго ли тренд? Мария Бушкевич. Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы. Таким будет наступающий четверг. В некоторых районах возможен слабый туман. Скажется влияние атмосферных фронтов. Слабый юго-западный ветер усилится лишь при непогоде. Температура за окном ночью составит плюс 8, плюс 14. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов тепла. Температурный рекорд 26 августа был побит в 1909 году. Шкала термометра в тот день показала 30 градусов тепла. А в 1984-м конец лета был по-настоящему холодным. Всего плюс 3. Великобританию накрыл шторм. Фрэнсис, такое имя дали стихии, нанес ущерб сотням домов и предприятий. Из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке. Ряд домов на юге Уэльса пострадал от наводнений. Рекордные ветры в некоторых районах скорость достигала 34 метров в секунду. Подняли воздух обломки сооружений. Десятки людей удалось спасти. И снова водная стихия. На этот раз Пакистан и Афганистан. Наводнения, вызванные проливными дождями, унесли жизни более ста человек. Тысячи домов повреждены. Спасатели ищут под обломками выживших. Завтра в Бавруйске пройдут сильные дожди. Вероятность грозы 80%. Погода словно шепчет. Календарная осень уже не за горами. Порывы юго-западного ветра будут достигать 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19. Ночью столбик термометра опустится до 14 градусов выше нуля. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бавруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете, в соцсетях, в моем эфире каждый будний вечер. Счастливо!